С вами канал Азбука Радиосхем. Что такое мультивибратор, я думаю, мы с вами уже досконально разобрались. Точнее, мы больше работали с симметричным мультивибратором, но оказывается, их существуют различные типы. И вот сегодня мы поговорим об одном еще из них. Это будет трехфазный мультивибратор. Потом, я думаю, мы соберем и реальную действующую схему этого трехфазного мультивибратора. Но чтобы просмотреть, какие там происходят процессы, графики на выходе каждого из каскадов, я сейчас это все сделаю в симуляторе, чтобы было легче понять. Так, давайте посмотрим на стандартную схему обыкновенного двухфазного мультивибратора. И видим, что он состоит из двух каскадов усиления. Каскады полностью идентичны. И чтобы начала происходить генерация сигнала, нужно выход этого усилителя соединить со входом. Подать обратную положительную связь. А теперь давайте попробуем все сделать точно так же, только соберем трехкаскадный усилитель. И так же само замкнем через конденсатор вход и выход. Сейчас я быстро соберу эту схему. Итак, однокаскадный усилитель у нас собран. Давайте я его продублирую. Скопирую эту часть и сделаю точно такую же. А теперь давайте его испытаем. Пока двухкаскадный, или точнее сказать двухфазный. Соединяем вход и выход. Я забыл сразу, надо было подкорректировать резисторы, но сейчас я это сделаю. И вот резисторы исправлены. Запускаем симуляцию. Ну конечно же, надо подать питание. Сейчас я это все подключу и опять продолжим. И вот теперь опять запускаем симуляцию. Для этого нам нужно расставить щупы осциллографа. И давайте посмотрим, какие у нас сигналы на выходе левого усилителя и правого. Как вы понимаете, это наш тот же мультивибратор. Вот этот, только транзисторы развернуты по другому. Запускаем симуляцию. И вот какую картину мы видим. Наши импульсы в противофазе оранжевый и синий. Сейчас я их разнесу на разные графики, чтобы было можно лучше понять. Получился двухфазный мультивибратор. Теперь давайте продолжим и сделаем трехфазный. И для этого возвращаемся опять к нашей схеме. Убираем обратную связь. И еще раз копируем один из каскадов. И вставляем. Наша задача теперь подключить вход и выход нашего усилителя. Закоротить их, так сказать, положительной обратной связью. Вроде бы все. Запускаем симуляцию. Да, надо еще подключить щуп нашего осциллографа на выход транзистора. Вроде бы все. И вот на выходе мы получаем сигналы нашего трехфазного мультивибратора. Давайте я опять его разнесу, чтобы было лучше понять. Все как и должно быть. Первая фаза, вторая фаза, третья. Опять первая, вторая, третья. И пошло. Чередование фаз. Если у нас будет каждая из цепей нашего мультивибратора подключена по светодиоду, будет что-то получаться наподобие бегущего огня. С какой частотой это все будет происходить. Опять же, зависит от времени задающих цепей. Это конденсаторы и резисторы в базовой цепи. По такому же принципу мы можем дальше подключать наши усилительные каскады к общей схеме мультивибратора и увеличивать количество фаз. Давайте также попробуем еще подключить щупы осциллографа к нашим базам транзисторов. Посмотреть, что там происходит. Опять запускаем симуляцию. Я разнес графики на три отдельных экрана. На каждом из экрана показывает на коллекторе и на базе транзистора. На первом, на втором и на третьем. И мы теперь видим, как происходит переключение транзисторов. Вот допустим, начнем с этой точки. На конденсаторе начинает подниматься напряжение. Почему оно сначала отрицательное, мы уже разбирали, когда анализировали двухфазные мультивибраторы. Вот оно поднимается и когда дойдет до точки примерно там около 0,7 вольт, то происходит включение этого транзистора. В этот же момент конденсатор, который подключен к его коллекторной цепи, замыкается через открытый транзистор на общий провод и получается на нем отрицательное напряжение, которое опять же начинает через резистор заряжаться. Поднимается, поднимается, поднимается. Опять доходит до напряжения открытия следующего транзистора. Открывается следующий транзистор. Но в этот же опять момент происходит закорачивание конденсатора следующего на общий провод и все начинается опять так же происходить и на этом каскаде. Опять до включения транзистора. Вот этот момент происходит опять следующий. И все идет по кругу. Надеюсь, что в этом видео мы плюс-минус досконально разобрали, как устроен трехфазный мультивибратор, а также как он работает. Может быть вы где-то примените его в каких-то своих схемных решениях. Если видео понравилось, не забудьте поставить лайк, также подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И всем пока!